А не лезть туда, туда не смотреть, смотреть сюда, наслаждаться и восхищать. Из-за зависимости мужчина про женщину не может хорошо думать. А женщина о мужчине, ощущая себя в зависимости, может про него хорошо говорить? Может, наверное, да. Про мертвых особенно это хороший был, да. Но борьба полов неизбежна из-за ощущения зависимости, которая потом еще политизируется, драматизируется всячески и так далее. Можно почитать, был такой Отто Венингер, он настолько женоненавистническую написал книгу. Есть Симона Дебевуар, блистательный философ, который написал книгу «Второй пол», которая стала Библией феминизма, которая, собственно говоря, рассказывается про то, как драматична зависимость женщины от мужчины, от мира мужчины и так далее. И дальше вот эти дискурсы, обусловленные вот этой зависимостью, приводят к тому, что мужчины говорят о женщинах так, как говорить не должны, и женщины думают о мужчинах так, как говорить тоже не должны. Потому что мужчины считают, что женщины эгоистичные, им нужны деньги, они там себе на уме, лживые и так далее. Мужчины, что похотливые, тупые, слабые, вот и так далее, и так далее, и так далее.